Электрический гопад мой будет экспериментарный, и в смысле в том, что примерно 4 года назад вот такой экспериментарный, например, ко мне обратился Виталий Владимирович и предложил заняться экспериментарной деятельностью по высококемературности проводить. Ну, это работа и так была, и была в данной истории таких исследований не прям, но Виталий Владимирович говорил, что это была более широкомасштабная работа и перенщит и целенаправленно идущая к созданию комнатной температуры сверху воздуха. Я вам говорил, и это, наверное, правильно. И сейчас никто не опровергает то, что нет никаких теоретических запретов на достижение вот этой цели. Ну, в общем, он нас уговорит, и с тех пор, ну, вот эта деятельность началась, те, кто занимается экспериментом, понимают, что сменить тематику для одного человека – это дело трудное, а сменить тематику для большого коллектива – это во много-много раз труднее. Это очень предстояло обучиться самим людям, предстояло набрать студентов, предстояло создать курсы лекции на эфиректорах, учить студентов, учить технику, освоить и так далее, и так далее. Ну, наконец, это вот было сделано, и у нас теперь есть о чем рассказать. Надо сказать, все время пока Виталий Владимирович был жив. Я время-то время переезжал и рассказывал ему о том, как идет прогресс. Это доставляло ему радость. Иногда я это в последнее время делал уже письменное видео. Вот когда я готовил свой доклад, меня не оставляло ощущение того, что в какой степени это вот отчет, который я ему успел сделать при жизни Виталия Владимировича. Значит, ну вот, для напоминания события по открытию праздников сверху веков, они вот имеют 20-летнюю историю. И где-то в 2006 году, когда мы кладные подошли к тому, что можем начать что-то делать, естественно, было нам выбрать не те материалы, которые уже имеют 20-летнюю историю изучения, а объявляться за что-то новое. Это, конечно, не потому что они были вот прямо обещали ставить обувь и температуру, но просто потому что это была интересная новая система, с новой физикой, которую нам, значит, какой-то интересный замечательный. Нам устарел замечательный. Но вот только истории 2008 года тоже какие-то события, что в начале были открыты жильяные сверху веки, вот, температура быстро возрастала, и в течение одного года были сединизированы вот 100 ряд сверху веков, и я буду говорить вот об этом интересном классе, который, по-моему, отличается от обратных, о чем рассказывал Максим. Значит, вот сейчас большая группа людей, экспериментаторов, он занимается вот такой же деятельностью, не вся эта деятельность уже предоставил результат, это просто показать то, что мы активно используем возможности сотрудничества с разными людьми, которые имеют опыт гораздо больше нас, ну, и работают в стадии процесса. Это, конечно, 27 октября сегодня, и что у нас получено, то вам это не будет запасно. Вот структура этой сверху веков, она тоже слоистая, тоже напоминает двумерные слои, тоже можно считать о сэндвичи, которые вот синий атом железный и зеленый атом мушьяка, близко расположены к углу, и почти двумерная система. Отличие от губратов стоит в том, что здесь сверху веков рождается по мере из исходных металлических систем. Здесь нет геометрического нормского диалета, например, и при отличии, при отклонении атометрии, то есть это добавление, например, зонёный кислородный напор, вот возникает сверху веков рождение. Здесь сразу видно, что нет такой нотовской физики, по-видимому, и в этом смысле они не являются таким уже очень сильным реагируемым материалом. Другой пример вот здесь. Другой пример системы другой структуры 1.2.2, два рей, которые замещаются на калий, 1.2 арсеником 2, здесь зовут Двойка. Значит, он же является строительством, который тоже слоит арсенина-железа, и тоже при отличии от структуры возникает сверху водимость, и тоже видно, что это не из геореток, а из металла. Ну вот есть и другие структуры, там для автомата рассказывают, я напомню. Значит, что ещё здесь характерно, то, что при приближении со стороны выпуска температуры к сверху водящему переходу происходит структурный переход, а потом вам дырный переход. Упорядочиваются спины по решётке железа, и, в общем, здесь есть тоже бизнес структурного и комплекта перехода к сверху водящему, что, поэтому теорика, которая сейчас даётся необходимой учитывать. Значит, почему интересно вообще изучаются вот такие сверху водники? Ну, не только нам, а почему идёт такой необычный огромный интенсивный поток работы. Во-первых, необычная сильная связь, ну, точнее, скажем, решётки и магнитные структуры магнитного передачения, и то, что возникает как плагин, взятый антикетном с генератором, и то, что в сверху водящей фазе, внутри температура гораздо ниже ТЦ, возникает структуру передачения, но уже не в железе и на мышлике, а в отстоящих от них рятосиментных элементах, минус, рятосиментные ремонты, детские. Вот техничные фазовые диагонки для системы так, что условно называется 1,1,4 единички в серии железа, мышья, кислород. Значит, если мы идём в сверху с всех температур, у нас происходит структурный переход на красные линии, потом возникает антихромагнитное преодоление в серии железа, вот всё это подавляется как будто мы выводим от них, как будто мы отклоняемся от стихиметрии, заменяем тислород на фтор, и тогда возникает сверху аль. Тем не менее, мы находимся близко вот к этому состоянию. Здесь, в отличие от того, что рассказывал Максимов, Евгений Григорьевич, х это означает просто отличие от стихиметрии. Это та доля, атомная доля, вернее, весовая доля фтора, которая добавляется, скажем, для залива кислорода, поэтому это то, что у нас для системы 1.2.2, фазовая география, более интересная, здесь возникает такая зеленая область, которая возможно как-то сосуществует сверхотвордимость и магнит термогнитное предотвращение, но это вопрос еще однозначно подтверждается. Значит, антипермогнитное предотвращение в железе, оно такое любопытное, оно происходит такими цепочками, так что термогнитные цепочки черендуется направление железа, а церей, который почти зеленый ленинг конкурировался, то возникает тоже такие черендующие цепочки, но не протоколом направлены. Это любопытно. Анапально сильная связь вообще на магнитности железа и параметров решетки демонстрируется. То есть, есть эксперимент, который научался немного рассеи генетронов, и оттуда то, что в результате его есть показ, это фактически монобный спертер. Если монобный спертер сравнивается с расчетами, они сейчас хорошо и надежно делаются, то если вы делаете эти расчеты без учета на магнитное состояние железа, то шляп принимается на 10%, вернее, опускается на 10%, у меня свое сложение, но и также очень сильная связь с пермогой структурой. Значит, взорная структура тоже многократно рассчитывалась. Это результат расчета, в частности, вот Гусановского. Что здесь, что? Имеется два экстремума энергетики. в точке гамма, вот дырочный максимум, он трехкратно выжитный, в системах 1, 2, 2, 2, и есть в точке м, где есть электронный минимум. Поскольку эта слоительная система почти двумя, мин, то минимум соответствует практически трубу, в точке гамма это две системы труб. В общем, изникает такая многозонная система, например, магнит 2, нет наличия. Полное состояние здесь полное от железа, от кислородных. на уровне фермы в основном состояние дает от железа, от полное плотное состояние. Если вы могли ее оптимизировать, надо совместить с пиком. Тем не менее, 50 градусов температуры получается при таком неоптимизированном положении. механизм адаптирования я просто скажу состоит в том, дырочная и электронная адаптирование не снижает. В одном случае, в случае дырочная и электронная зона обогащается, и электронная зона объединяется. В случае электронного адаптирования тут движется относительно железа и герой реактивы у 2 эти типа датирования не рекламят. Дальше принципиальный вопрос о том, как происходит спальня. Приклетные, симплетные. Значит, эксперимент с Дрейгнайта однозначно говорит о том, что это спаривание Спиновая функция антисиметрична. Видно, что движение температуры идет к нулю, и для системы 1,2,2, и для системы 4 единички, это хорошо видно здесь также. Во всех аналогичных результатах также получаются из РМР на ФМР 57, на КП 59, на КП 75, в общем, те стоя, которые близки к тому месту, где возникают проводительства. Значит, если у нас спиновая часть антисиметрична, орбитальная должна быть симметрична, поэтому тип симметрии в параметрах порядка может быть только содержать черные гармонии орбитальные, значит, это может быть D, S, но немного U, P. И так вот это и есть. И существует довольно много экспериментальных данных, не сей из них. Ну, часть имеется. Разногласен, но для меня большинство там стоится к тому, что симметричный параметрах порядка – это S плюс и минус, а не D. Вот есть пример экспериментальных данных. Значит, здесь изучалось рассеяние нейтронов и построено, да, изучалось локальное магнитное поле на железе. Но вот сравниваемые с вычислями и измеряемые поведения квадратного магнитного монета, нормированного магнитного монета, и вот видно, что это в случае чисто синекрест плюс-плюс, когда волновые функции имеют одинаковый знак, то теория, эксперимент сильно расходится, в целом случае, когда волновая функция меняет знак в ползонах, то есть согласие с экспериментом в качественном определении. Молее убедительный эксперимент по выяснению теми параметрах порядка, он перейдет здесь. Он сделан китайцами, которые использовали двух методов, он раньше применялся еще и для убратных сверхпроводников. Что здесь сделано? Значит, монокристалл из сверхпроводника вот такого состава, в баре железо, кобльт замещается на все лепылах, система 1, 2, 2, значит, на его грань, где его грань наносится тонкий слой диэлектрика, а потом напаляется толстая пленка свинца. Значит, возникают джессонские переходы между обычным сверхпроводником и вот этим изучаемым сверхпроводником. Значит, изучается этот ток, который течет, это ток ФА, и возникает интерференция, она зависит от магнитного поля, который приведет к каким-либулярным плоскостям вот этой системы, и ясно, что интерференция сберет квантов потопа. Ну и если бы имели вот конфигурацию со сверхпроводником S-ти, по их умированию S в S, то вот там была бы такая фронтвольфовская картина, а в случае сверхпроводника изучаемого T-типа, то эта перференционная картина сбегает, должна сдвинуться вот так вот, если заброшена. А эксперимент показывает, что симметрия S-типа, но он учтит только витамин таким, как S-плюс-минус. И еще один эксперимент, еще более красивый, вот если заброшен, значит, изучаемый поликристалл этой системы железной, к нему сделаны два микроконтакта, сделана такая петля из обычного скорпроводника из йоги, ее перевязки по скорпроводнику, и дальше изучается не запугающий ток, который сиркулирует в этой системе, а он изменяется в магнитный поток, который в этой эфете включен, можно меняться квантами потока, и это инвестируется скидом. В общем, статистика вот этого эксперимента показывает, что ток изменяется квантами, и эти кванты бывают как целые, как и полуцерковые. Ну, сверхпроводник неоднородный, с граммами, с резервами и так далее, так что. Наличие полуцелого квантного потока свидетельствует о том, что вот так считается, как декадательство того-то симметрии здесь возникает, то есть, как и ожидалось. Значит, что про механизм спарива? Ну, вот есть тоже сильно известно, что есть сильный магнитный структурный смех, про который я рассказал, и есть не очень ясные результаты по изотопу эффекту. При смещении 54-го изотопа на изотопе, на изотопе, на изотопе, на изотопе, на изотопе. Вот, ожидается, что если бы это было бы спаривание за счет полуцерков, то ожидается, что ДЦ вот так должно зависеть от массы изотопа, где, в какой-то степени, а вот на бухгалтере по порядку 0.20C должна быть в теории ДКТ. Эксперименты не очень согласуются между собой. Вот наблюдалось вот такое значение 0.35, и, в общем, это было бы не 0.18. То есть, по крайней мере, вопрос открыт. Ну, вот теперь я вам дальше расскажу про наши результаты. Все-таки экспериментарные видео начинается синтеза сверхпроводников. Это вот происходит и у нас, и в сотрудничестве с институтом в виде инсотектов давления, и сотрудничестве с химфаком. Это вот наша аппаратура, где все происходит. Синтез, прирост. Дальше происходит характеризация. Изучение элементного состава, однородность образцов. Вот здесь вот показан пример того, как изучается элементный состав вдоль линии вот этой. Здесь масштаб, наверное, сотки микрон. И идет измерение с разрешением один микрон квадратный. И изучается элементный состав по этой линии. Мы знаем, что наши образцы действительно не очень однородны, но мы, по крайней мере, знаем, насколько. И можно это контролировать. Изучается базовый состав. Ну, тоже есть вот пример. И фрактограмм, из которой видно, что вот в этом образце 60% желаемых базов и 20% негелаемых базов. Это очень темнее. Это эти образцы прекрасно себя вправдают. Значит, ну, вот это то, что сделается у нас в ФИАН и сотрудничестве с НГУ, с Казанией. И, наконец, я подразумеваю какие-то эксперименты. Значит, хорошо видно скачки теплоемкости в этой системе. Однако когнитное изучение вот этого эффекта показало, что, ну, какие-то количественные данные отсюда мы не извлечь, к сожалению, не может. Ввиду, ну, я не буду объяснять, для чего. В общем-то, для этого надо гораздо более совершенные образцы и монокристаллические. Поэтому эти эксперименты как-то остаются лишь качественными. Вот где удовольствовался достичь существенного прогресса, это в туннерной скепроскопии этих сверхтогипов. Значит, я напомню, что туннерные скепроскопии обычно, и как это используется на Западе, делают с помощью микроконтактов, или туннерных микроскопов, работающих при низкой температуре. А теперь здесь, вот, в НГУ, имеется давний опыт, у школы Ярослава Георгиевича Пановарева, которая работает с контактом на микротрещине. Значит, делается так, чтобы родиться он перед пластинками, закрепляется в двух местах, как балка, и механической деформацией он углавляется при низкой температуре. А потом микротрещины это совмещается снова прецизировано. В процессе движения можно достичь, где экспериментатор регулирует такого зазора, который соответствует выпускам хорошим баллистическим пролетам электронов, или пролетам губерских пар, или литровскому баннеру. В общем, таким способом можно переходить в разный режим. или туннельный режим, или андреевского отражения с микроскопией, или режим, или, значит, даже совмещать много переходов в одном банном микротрещине. Более того, можно переходить от точки к точку, выбирать те точки, где в неоднородном, в заветном неоднородном косе возникает, скажем, максимальная температура техническая и максимальное значение щели. Ну, андреевская стипоскопия состоит в том, что, когда электрон летит, и имеет возможность пройти баллистический черепарьер, то сверхпроводник влетает в виде пары, так падает за щелокомилетром, назад отражается вверх, и, в общем, здесь возникает такой многократный процесс, который приводит к возникновению гармонии. Вот, что было известно к тому времени, как такие наши изменения начались. Наиболее изученная система – это вот система на столе Самарии. левее примерно такую же критическую температуру, как и те гадарийные образцы, которые мы почти первые синтезировали, одновременно, скажем, с японцами. И, несмотря на то, что это не более изученная система, данные по такой спектроскопии с помощью сканирующих туннельных микроскопов, они это не совершенно противовлечимы. В одних экспериментах наблюдается две щели, в других экспериментах наблюдается одна щель, и вы видите, что отношение вот от 18 до 8 – оно больше, чем в два раза. И, конечно, судьи это отношение дельта к ТС, когда ТС – одинаковая, дельта отличается больше, чем в два раза, это отношение используется как аргумент в обсуждении этого механизма сверхководности. Вот, при БКШ оно должно быть равно 3,5, удвоенное – 3,5, два дельта к ТС. Ну, и, конечно, это аргумент совершенно надежно, при котором разбросили вот так. Вы видите, что это не случайные какие-то публикации малоизвестных контактов, это просто демонстрирует трудность этих экспериментов, а также, возможно, несовершенство этой техники, потому что, когда вы хотите измерить туда эксперта, вам надо вначале процарапать иглой какой-то там золотой и то место, на котором вы хотите делать контакт, и что-то это получается очень далеко не всегда есть. Значит, вот и синим отмечены наши эксперименты, которые выполнялись в МГУ. И здесь пример того, как выглядит, ну, просто характеристика того места, то есть, на месте, в том месте, в котором будут ломаться. Ну, и, конечно, первая практистика. Вот это андреевские режимы, туннелированные через SNS, через нормальный металл. И на производные ясно видны экстремумы, которые соответствуют различным гармоникам. Эти гармоники можно анализировать. Вот в разного типа эксперимента, когда делается туннельная щель, и, в общем, на производных возникает целый набор тип гармоник, и в разных режимах они имеют разные. Но, тем не менее, все эта картина после анализа укладывается на одну простую зависимость. Имеется две щели четко. Две щели, у которых вот одна имеет значение один скилевой, а другая значение один скилевой. И, ну, вы видите, что, конечно, раздрос, ясно, что это и не только эксперименты, и несовершенствование, и однородность образца, естественно, при первопадной синтонии, который у нас получался. Значит, ну, отношения, если мы вдвоем отношения, оно несколько больше, чем лукаша, но я думаю, что еще рано говорить о механизме испоевания. Дальше, ну, конечно, в лаборатории делается большое количество момента транспортных измерений и в качестве характеризации образцов. Ну, любопытно, что эти новые сверхпроводники, они могут иметь потенциальное и техническое применение. Дело в том, что критическая температура у них довольно слабо зависит, довольно сильно зависит от магнитного поля, поэтому в проекте возникают довольно большие значения вот, ну, критического, того, верхнего назначения критического поля, который бы такой сверхпроводник, который бы сверхпроводник выищал работу при тесте, меняющим всех нужным. Они составляют, в общем, сотни Тесла, вот, а для этого сверхпроводника Алиаса, а для того больше сотни Тесла, в общем, это уже любопытно для технических магнитных полей. Несмотря на то, что ТС здесь в два раза меньше, чем в квадратный сверхпроводник, но критический полет огромен. Так, ну, для сокращения своего доклада, я хочу показать еще одно явление. Это возникновение магнитного упорядочения, возможно. Возникновение магнитного упорядочения – это такое системное упорядочение, которое происходит при температуре в почти 15 раз меньше, чем 1, в соответствующем состоянии. Это пока не интерпретация, она еще не подтверждена в лире. Как видите, исследуем. Но видно, что аномалий тепловой гостеприятной температуры очень сильно чистые именно к магнитному полю, поэтому вот такая рабочая интерпретация состоит в план аномалии в связи с антипромагнитным приозначением к атолине. Значит, в заключение, вот, я хочу сказать, что, во-первых, всех результатов, которые я показывал, не только наших, следует, что магнитизм, часто с аллогами магнитными, антипромагнитными, терявляциями, если я проводилась, не обязательно заимствовать у человека в другом, а как-то наивно можно было думать ранее. Для нас это было огромное достижение, чтобы мы смогли синтезировать образцы составочные и единички до дали, и это очень трудно получалось. И, наконец, в мере назначения двух сверхпроводящих человек до дали, это не было ничем сделано, как мы, потому что образцы получались, и потому что эти измерения по каким-то причинам не были возможны. Эти, ну вот, отношения их больше к тому, что можно было создать Бабакаша, хотя она сейчас еще рано делать какие-то обобщения. Значит, есть у нас планы и на ближайшее будущее. И, конечно, главная задача, которую Викторий Иванович имел в виду, это создание комнатной температуры сверхпроводников. Она предполагает, что начнется преднаправленное создание новых слоистых сверхпроводников, сконтролируемых моторным запырением слоев, то это можно будет делать в чистых гермобомещениях, когда будет их управлен, закончить реконструкцию корпуса. на этой территории. Вот к чему мы себя стремительно и занимаемся этим. До свидания. Скажите, пожалуйста, на какой момент для жилья в локации? Ну, уменьшим миллионам в город, это не только на 15-15, но и на 15-15. Так, еще вопрос. Я хочу спросить, там, где в городе есть и насчет чего-то нового, какого-то нового слоя. Почему, с какой стати вот кривые дальше? Кривые пересекались на точек? Ну, это любопытный вопрос. В городе фазопереход, как на первый взгляд приходит, найдется то, что требует исследования. Это видно, вот эта аномалия, она видна вот этих чисел действий, она просто на верхней земле цели, радио 1, ни один, сама речь 1, и во все другие действия вещества. Хотя не смущено, что это просто аномалия шутки, и мы смогли пройти там, по-моему, механизм числа. Так, извините. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас на слайде в 1986 году уже более высокая температура была у сверхуроводника. А вот позже, то, что сейчас синтезируется, это в России проводится, на химфаке участники вы сказали. А если судить по тому, что было уже в 1986, то не в России, за рубежом уже наверняка синтезировали еще более совершенные сверхуроводники. Можно несколько слов об этом? Ну, вот я говорю, вот это вот черный цвет изображение все, что в частности 134 кельвера. Это 134 кельвера синтезирована на беру, он до сих пор остается переходом. Значит, это вот удобность, которая была оплачена в предыдущем докладе. На столе это упратность сверхуроводников на столе железо. до сих пор наивно эта проблема состояла в том, что многих сверхуроводников вообще несовместимо. поэтому появление этого класса сверхуроводников на столе железа было большим интересом. это это причина того, что не заняться. Оно воспроизведено? Да, конечно. Это были результаты для нас. фактически это сотни работ, многие сотни работ, где это воспроизведено. Лидерами по количеству работ являются китайцы, инфонцы. Но в смысле это у нас получилось наиболее хорошо воспроизводимое. И сделано только у нас. Есть два семейства Купраты и это. Как вы считаете, они в чем-то общие? да, конечно. Общенность видна, что у меня власти у нас происходит легирование из тех областей, которые далеко от места, где кислороды выходят. Упраты идут так от диэлектрика в этом отличие. Но имеется сильная структурная связь. До сих пор. уже надежда на нефаномный механизм завод. Здесь считается, если голосование провести, то считается, что механизм спаривали этого фаномный, но маномный вызывает симметрию нестандартной симметрии по крайней мере в этом части. Я, конечно, по двум точкам трудно делать вывод. там купрум о, здесь феррум мышья. Есть ли какое-то направление, в котором, кроме того, что они слоистые, оказалось бы, надо искать следующий симметр. вы знаете, вот так просто путем перебора, и путем конструирования обозрительного, была такая у нас деятельность с химфаком ВКУ, из общих соображений, такое было проделано, потрачено время на полтора работы, были созданы новые материалы, но они были искусственно синхронизированы на основе применения упражненных идей к этому полуэт, и вот предполагалось, что они были созданы возниками, с точным фигуратурами. В общем, пока что видно, что общая черта у этих двух семей есть только слоистость. Слоистость, а сейчас, что я еще хотел сказать, помимо слоистости, ну, из-за того, что... Ну, и блин сможет быть в магнитной фазе, то разница состоится в... ну, середине там D, там там D, есть нет. Сейчас я продолжу здесь, то действительно, фаза выше, например, в сторону 30 градусов, где антиферология признана, фаза выше антиферология перехода, она там полно-металлическая, но концентрология была очень большая, поэтому, если она далеко от МОТ, когда вышли антиферология, в МОТе, там она уже вообще двести. А здесь, когда примерно 138 градусов, там консентрация на порядок падает, так что система приближается тоже к АТЕ, но только из-за того, что утверждают волна спитной плотности, которая здесь возникает, она особая, не знаю, но долго, она оставляет все равно, ну и утверждает, что возникает в результате, так же как графини, конус и рак. Вот это вот момент. Хотя, начинаем сейчас основную работу, вспомнить, что в Кубратах конус и рак тоже нет. Тогда тоже общий. Можно два слова сказать? Я хочу просто напомнить, что в Кубратах такой, один-два-три вакуум, так называемый, даппированный железом, мы лично в свое время наблюдали тоже существование магнитизма, магнитного порядка и сперпроводимости. Сейчас про это было давно, сейчас про это забыли, но наличие железа в подрешетке меди тоже не нарушал, ну, он нарушал сверхпроводимость, но, тем не менее, при определенных концентрациях наблюдался эффект сосуществования магнитизма и сверхпроводимости. есть, так что, вот, корректировки с магнитизмом вот этого делали, это обзор написан на эту тему, значит, были еще в той системе. все-таки все-таки аппарат применение железа разрушало сверхпроводимость. Достаточно процентов вести железа от сверхпроводимости не может подсказать. А здесь на чистой железе существует сверхпроводимость. ну, есть свои прочих. Если каждый где-то добавлять, что-то нужно слоять. есть еще вопросы? Если нет, тогда я хочу сказать, что у нас следующая сессия состоит очень в скором, в следующей неделе и не в обычный день, а во втором. Она подвигается как бы физике, математике, в экономике. Ну, сейчас будут доклады есть. Академия предприятий федерации. В общем, это доклады. Программа есть, если посмотрим.